Итак, мы приветствуем всех собравшихся здесь. Я так понимаю, что люди пришли почти своим вниманием услышать ответы на вопросы, которые они хотели бы задать известному писателю, публицисту, общественному деятелю Николаю Викторовичу Сталину. Сегодня у вас такая возможность есть. Я думаю, что нужно и максимально продуктивно воспользоваться. Поэтому, надеюсь, что наше общение пройдет в спокойном, конструктивном, содержательном случае. Спасибо большое. Добрый день. Я так понимаю, что у нас с вами будет сегодня в некотором смысле вторая серия того общения, которое было вчера вечером начато, поэтому кто-то, может быть, участвовал в нем, кто-то, может быть, не участвовал. Поэтому ничего страшного, если какие-то вопросы, мысли повторятся, я думаю, что это будет полезно и интересно для нас всех. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Стариков Николай Викторович, я являюсь автором 11 книг. Мои книги посвящены истории, политике, экономике, геополитике. И, скажем так, формальным поводом для приезда в Донецк, на Украину, в Киев является выход моей книги «Сталин вспоминаем вместе» на украинском языке. Поэтому перед тем, как мы с вами начнем беседу, я хотел бы сказать, что, уважаемая библиотека, которая нас сегодня здесь приютила, я с удовольствием подарю свою книгу и на украинском, и на русском языке в библиотеку для того, чтобы на библиотечном фонде эти книги были, и каждый мог прочитать, ознакомиться на том языке, на котором ему это удобно. Ну и, собственно говоря, у меня есть еще один экземпляр книги на украинском языке, «Сталин вспоминает вместе». Я с удовольствием подарю его тому, кто задаст наиболее интересный вопрос. Так, чтобы у нас, как говорится, был некий стимул для интересной беседы. Несколько слов о том, о чем я пишу. Потому что, исходя из того, что мы сегодня с вами видим обложки книг, посвященных Сталину, может сложиться впечатление, что я пишу исключительно на исторические темы. Это не совсем так. И книга «Сталин вспоминаем вместе» скорее немножко нетипична для того, что я пишу, потому что я никогда до этого не обращался к какой-то отдельной исторической фигуре. Но фигура Сталина и время, в котором он жил, настолько интересно, масштабно и сложно, что мне показалось это действительно интересным. А идею написать подобную книгу подсказали вы, уважаемые читатели. Книга «Сталин вспоминает вместе» написана на основе мемуаров различных людей, известных политиков, военных, людей, которые служили под руководством Сталина, сотрудничали с ним, а также деятелей других государств, которые с ним взаимодействовали, начиная от министра иностранных дел Третьего рейха Риббентропа и заканчивая будущим президентом Франции Шарленд Голем. Также сюда вошло большое количество воспоминаний рядовых людей, что называется простого народа. Потому что вы, уважаемые читатели, присылали мне большое количество своих семейных преданий, историй, обращали внимание на какие-то интересные исторические и семейные факты. И вот, конечно, не вся эта информация, потому что это просто невозможно. Но часть информации вошла в книгу, и на первой странице я, собственно говоря, говорю слова благодарности в адрес тех, кто прислал мне информацию, которая в книгу вошла. Что же касается остальных десяти моих книг, то здесь речь идет о периоде истории, начиная со смутного времени, здесь революция, Вторая мировая война, безусловно. Это сегодняшний день, и я стараюсь проанализировать те геополитические события, которые происходят сегодня, сравните с тем, что происходило вчера, и таким образом мы с вами даже можем понять, что будет происходить завтра. Ну и мне, как автору, представляется, что именно такой подход, он и интересует вас, уважаемые читатели. Но если я ошибаюсь, то простите меня за это. Потому что, конечно, история это важно, это крайне важно, но история важна не в отрыве от сегодняшних дней, она важна как средство понимания того, что происходит сейчас, и что будет происходить потом. Поэтому, когда мы знания, полученные от изучения истории, начинаем накладывать на сегодняшние события, вот тогда и получается действительно очень интересный резонанс истории, современности, политики, экономики. И тогда мы с вами очень много можем понять из того, что до сих пор называется белыми пятнами истории. На самом деле, конечно, в истории нет никаких белых пятен. Руководители стран, государств являются людьми, ими движут, помимо каких-то внутренних страстей, холодные доводы для развития своих государств. И если мы это будем понимать, тогда мы сможем за пеленой иногда таких наивных объяснений, что, почему происходит, увидеть истинные цели политиков, истинных игроков, и многое, повторю, для нас станет чрезвычайно ясно. Ну а когда что-то понимаешь, тогда можешь что-то любить, и тогда можешь чем-то интересоваться. И поэтому я очень часто получаю письма, и мне приятно, необыкновенно, когда вы пишете, что благодаря моим книгам вы начали изучать историю, и у вас появился интерес к этой важнейшей науке. Потому что многое в жизни зависит от случайностей. Кому повезло с преподавателем истории в школе, ну, тому повезло. Тот получил интерес к истории еще, скажем, в юном возрасте, изучил очень многое, понял многое до тех пор, когда стал взрослым человеком. Кому повезло меньше, вот, может быть, интерес к истории, к изучению этой науки получают, где-то совершенно случайно ознакомившись с тем или иным автором. И мне, конечно, было бы крайне приятно, если бы к числу этих авторов относился и я. Одним словом, прошу вас задавать любые вопросы на любые тематики, кроме, конечно, каких-то узкоспециализированных. И я не думаю, что нам стоит, например, все наше общение сводить исключительно к теме масштабной, безусловно, и важнейшей фигуре, как Сталин, и к тому времени, в котором этот человек и наши предки жили, боролись, совершали свои подвиги. Поэтому мы можем с вами беседовать на очень большой исторической перспективе, начиная от сводного времени, и заканчивая сегодняшний днём. Вот этот период истории я знаю достаточно хорошо, и я думаю, что здесь могу рассказать немало интересного. Сразу хотел бы ответить на вопрос, который мне всегда задают, просто чтобы мы потом на него с вами не тратили время. Речь идёт о творческих планах. Я сейчас работаю над 12-й книгой. Это учебник геополитики, такое условное название у него. Учебник в том смысле, что это, конечно, не будет учебник в классическом понимании. Это будет книга, в которой я постараюсь очень доходчиво изложить постулаты геополитики, потому что наши сегодняшние соседи по планете действуют исключительно по этой науке. Если мы с вами будем понимать принципы их действия, то мы с вами легко сможем предсказать их шаги. Вот действительно, по методичке, по канонам этой науки они всегда действуют. А в Советском Союзе геополитику не изучали. Достаточно сказать, что книги классика геополитики адмирала Механа, это американский адмирал конца 19-го века, когда он писал свои книги, были изданы только при Сталине в 1939-1940 году. Всё, больше эти книги никогда не издавали, их переиздали только после крушения Советского Союза. А зря. Потому что если бы эти книги почитали руководители Советского Союза, если они, конечно, вообще читали книги, я имею в виду Горбачёва, то, может быть, они там нашли что-то такое, что помогло бы им понять, в какой игре они участвуют и какие неблаговидные роли они сами себе нарисовали. Так что, если вы не возражаете, уважаемые коллеги, я предложил бы вам сразу перейти к вопросам-ответам. Если вы ещё не готовы, то я продолжу своё вступительное слово. Готовы? Давайте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Да, ну, я повторю ваш вопрос, для того, чтобы на записи, потому что я всё наше общение обязательно выкладываю на своём сайте, и те, кто не присутствовал сегодня, смогли бы посмотреть и послушать, о чём мы с вами беседовали. Вы спрашиваете, оказывают ли мои книги какое-то влияние на власть. Да, можно ваш вопрос так сформулировать. Вы знаете, когда я начинал писать лет 7-8 назад, то, конечно же, я не мог себе представить, какое действие будут производить мои книги. Мне просто хотелось поделиться определёнными мыслями. Через некоторое время я увидел, что есть интерес. Сначала был интерес, конечно, со стороны рядовых читателей. Через некоторое время я увидел достаточно уважительное отношение и интерес со стороны определённых политиков России. Я могу сказать, что первым, кто позвонил мне и выразил благодарность за интересную прочитанную книгу, был Владимир Вольфович Жириновский. Это так, и я этого не скрываю. Я отношусь к нему с большим уважением. Он тоже относится ко мне с большим уважением. И, в общем, он был первым из таких знаковых фигур, которая придала мне уверенность в своих силах. Потому что одно дело, когда рядовые читатели относятся с уважением, другое дело, когда человек, профессионально занимающийся политикой, говорит, что вы очень интересные вещи говорите. И, в общем, всё так оно примерно и есть, как вы пишете. На сегодняшний момент я могу сказать, что в политическом истеблишменте России, я не буду говорить о других государствах, на моих книгах читают. И я очень надеюсь, что читают не просто, так сказать, для того, чтобы убить время или на пляже лёжа, как-то вот прикрываться от лучей палящего солнца. Что же касается, какие оттуда идеи и мысли подчёркиваются, то я думаю, что не сегодняшнее поколение политиков, а вот может быть следующее, уже будет непосредственно применять какие-то идеи и мысли, если они у меня их найдут достойными. Потому что сегодняшние политики, они сформировались уже раньше. И то, что я сегодня пишу, для них это уже сегодня та обстановка, в которой они живут, работают и трудятся. Мне было бы очень жаль, если бы президент России узнавал о политических событиях из моих книг. Ну, согласитесь, это была бы катастрофа. Поэтому я думаю, что президенту России мои книги читать совершенно не нужно. Потому что он всё это и так прекрасно знает. И знает значительно, более глубоко, в большем объёме и ежедневно на практике применяет. А вот какая-то молодая поросль политиков, которая неизбежна, в связи с тем, что время, оно неумолимо, обязательно придёт к руководству страной, вот здесь я надеюсь быть полезным. И именно для них я сейчас и стараюсь писать учебник геополитики, в котором постараюсь просто изложить эти принципы и наглядно показать, когда следуем принципам, всё у нас нормально. Когда мы начинаем действовать вопреки каких-то правил, тогда происходят проблемы. Ведь геополитика, вообще политическая жизнь, это то же самое, что дорожное движение. Вот мы с вами знаем, что мы должны переходить улицу на зелёный свет, да? Откуда мы это знаем? Ну, нам рассказали когда-то. Наши родители провели уроки в школе, и мы это знаем. Мы переходим, и ничего не происходит плохого, когда мы переходим. Всё наоборот, достигаем своих целей. А представьте, нам бы забыли это рассказать. Вот стоит какая-то стеклянная штука, моргает каким-то разным светом, откуда мы знаем, как переходить? Побежали на красный свет, сбили. Вот то же самое и в политике. Если вы не знаете принципов действия этого светофора, если вы не знаете, кто по этой улице ездит, и с какими целями, то, к сожалению, это может закончиться фатально. Если правила будут изложены, я думаю, что несчастных случаев в политической жизни нашей станет значительно меньше. Пожалуйста. Продолжение следует... Спасибо за Ваши вопросы. Нет, вот, Вы позволите, Вы очень серьёзный вопрос задали, тут уже довеском ничего не должно быть. Вопрос о Центральном банке, это, присаживайтесь, пожалуйста, ключевой вопрос экономики. И действительно, вчера президент нёс кандидатуру Эльвиры Набиулиной на пост главы Центрального банка. И мы с Вами можем с большой вероятностью сказать, что Эльвир Набиулина станет руководителем Центрального банка России. Как к этому относиться? В своё время я написал книгу под названием «Национализация рубля. Путь к свободе России», в которой, собственно говоря, поднял вопрос о подчинённости Центрального банка и постарался объяснить рядовому читателю важность подчинения Центрального банка руководству страны, а значит и самому народу. Обратите внимание, книга, которую я написал, называется не «Национализация руководителя Центрального банка, а национализация Центрального банка». Но сейчас мы с читателями сайта моего придумали хороший такой термин, потому что когда мы говорим о национализации, кстати, это в полную мере относится и к Национальному банку Украины, так, по-моему, называется Центральный банк Украины, он тоже не подчиняется государству. Просто если мы говорим о национализации, то начинается дискуссия, а подчиняется, не подчиняется, да, то есть вот чтобы эту дискуссию немножечко, как бы, пропускать, мы говорим о повышении статуса Центрального банка до уровня государственного. Ну, такая хорошая формулировка. Так вот, речь идёт о том, чтобы сам Центральный банк изменился. И в данном случае фигура руководителя Центрального банка, конечно, важна, она играет определённую роль, но она не является ключевой. Проблема не в руководителе Центрального банка, а проблема в самом Центральном банке. Это примерно ситуация такая. Ну, представьте, вот есть гонки Формулы-1, и все используют там современные автомобили. А для участия представителя России или Украины предоставляется трактор. И вот вопрос, кого мы посадим на этот трактор, чтобы он мог, значит, с Шумахером на Феррари конкурировать. Да, наверное, какой-то профессиональный гонщик на тракторе проедет чуть дальше и чуть быстрее, чем дядя Вася из Сильпо, который на этом тракторе ещё снесёт, может быть, само Сильпо, так сказать, потому что не совсем хорошо на этом тракторе ездит. Но главное – это трактор, а не тот, кто сидит за рулём. Вот что мы с вами должны понимать. Поэтому оценка следующая. Эльвира Набиулина – человек скорее либеральных взглядов, чем патриотических. Но на самом деле где-то вот серединка наполовину. То есть это не ультралиберал, как Кудрин, но это и не патриот, как Глазьев. Значит, это компромисс, середина. По сравнению с Игнатьевым, если вы видели его выступление в Совете Федерации России, я на сайте выкладывал, это в любом случае шаг вперёд. Потому что Игнатьев так себя вёл, как будто, не знаю, первоклассник вот пришёл, он бы примерно лучше бы выступил. Поэтому по сравнению с сегодняшним руководителем Центрального банка любая фигура, кроме Кудрина, будет шагом вперёд. Поэтому в этом смысле компромисс, но со знаком плюс. Конечно, хотелось бы видеть большего патриота. Но это не решит ключевого вопроса. Поэтому мы внесли в Государственную Думу законопроект на национализацию Центрального банка. Он внесён. Его определённый комитет саботирует. То есть его можно найти на сайте Думы. Это государственный документ, который внесён. Но он не рассматривается под разными предлогами. Мы сейчас ведём сбор подписей в поддержку этого законопроекта. Я хочу сказать, что так абсолютно спокойно, размеренно, без какой-либо рекламы и истерики мы уже собрали в интернете порядка 30 тысяч подписей. Это очень много. То есть можно сказать, что идея овладевает массами, как говорил когда-то Владимир Ильич. То есть люди понимают, казалось бы, какие-то сложные, какие-то экономически-денежные вопросы, что Центральный банк – это ключевой вопрос. Поэтому борьба за подчинение Центрального банка, она только начинается. И назначение какой-либо фигуры на пост Центрального главы Центрального банка – это не решение вопроса и не отсутствие решения вопроса. Это всего лишь какой-то промежуточный шаг, причём не очень важный. Главное – подчинить Центральный банк. И уже кандидатура того, кто находится на его руководителе, она вторична. Кроме того, давайте не будем забывать, что руководитель Центрального банка, одной из ведущих стран мира – это, естественно, кандидатура, которая согласовывается с теми, кто владеет Федеральной резервной системой и так далее. То есть с нашими американскими друзьями. Потому что здесь, конечно же, должен быть какой-то компромисс. Моя оценка такова. Я хочу сказать, уважаемые коллеги, что у нас появился микрофон, поэтому, наверное, будет правильно, если задавать через него вопросы. Пожалуйста. Николай Иванович, а не Сталин, а не Сталин, а, ну, прежде всего, я уже говорила на великую победу во второй войне. Но неправильно, что действие произошло. Это амфиоз успешного социально-экономического проекта Сталинского. Пока не делали Сталин, но Сталинский социально-экономический проект. И, как видите, наш будущий социально-экономический проект запорствует соединение наших народов в основном и в нашей любимой стране. Спасибо. Во-первых, я хотел бы вас поправить. В моем понимании, и думаю, что в понимании десятков миллионов людей мы не братские народы, а мы один народ. Белорусский, русский, украинский народ это один народ. С небольшими языковыми, ментальными, национальными, так сказать, в кавычках традициями. Все это есть. Для примера могу сказать Германию. Если вы туда приедете, вы увидите, что немец с севера может иногда вообще не понять немца с юга. Что касается украинского языка, то я слушаю и практически все понимаю. Поэтому даже это нет. Разница в германской культуре между жителями различных частей Германии колоссальная. Тем не менее, никто никогда не говорит, что немец из Кельна это не немец, а какой-то значит голландонемец. А вот настоящие немцы живут только в Берлине или где-нибудь там еще, в Баварии, например. Нет. Все это единая страна, единый народ, которые точно так же в свое время пытались растащить на части. Если вы посмотрите, значит, биографии будущего руководителя Третьего Рейха, вы увидите обязательно там рассказы западных историков о том, что в момент крушения Германии в 18-м году большое количество партий организовалось, которые выступали за отделение Баварии от Германии, выступали за создание независимого, значит, королевство Пруссия и так далее, и так далее, и так далее. То есть центробежные силы и тогда были достаточно сильны. Но сегодня мы видим, что Германия это единое государство и никто почему-то нам не рассказывает, что, значит, одни немцы когда-то угнетали других. Хотя в период, последовавший за Висфальским миром, который был в 17-м веке, германские княжества, на которые были поделена Германия, великолепно воевали друг с другом. Достаточно вспомнить, например, наполеоновские войны. Бавария союзник Наполеона, а Пруссия воюет против Наполеона, ну и так далее. Там всевозможные Ганноверы, Вюртенберги и так далее. Все воевали друг с другом, все отложили всевозможные исторические обиды, которые были, и теперь это единый народ. И обратите внимание, только после единства Германия стала сильнейшей в экономическом отношении страной Европы. До этого, да, ФРГ была такой, развивающейся, хорошей страной, но она не была самой сильной. ГДР тоже не была самой сильной. Вот только после того, как они воссоединились, появился гегемон в Европе, и у американцев появились проблемы с тем, что им нужно контролировать теперь новую мощную Германию. Поэтому объединение потенциалов, они всегда приводят к синергетическому эффекту. То есть это непростое арифметическое сложение происходит, а значительно больше. Что же касается сталинского проекта, о котором вы спрашиваете, ну, собственно говоря, результат победы в войне это напряжение всех сил народа. И, конечно, если бы был другой человек, если бы была другая система, если бы было бы другое отношение, другие ценности, с большой вероятностью никакой победы бы не было. Потому что военная машина, с которой мы воевали, это была не вовсе не маленькая какая-то там беззащитная Германия. По сути, это была вся Европа. Вообще, на самом деле, практически все нашествия, которые приходят к нам Запада, это объединенный потенциал всей Европы. Потому что первым евроинтегратором был Наполеон. Предпоследним, которого мы знали, был Гитлер. Сейчас вот новые евроинтеграторы. Они объединяют Европу, собирают экономический, человеческий, военный потенциал, и почему-то все отправляются сюда. Я уж, ну, Карл XII тут, наверное, не совсем удачный пример, потому что там все-таки была не очень большая исключительно шведская армия. Но после этого, да, постоянно, как бы собираются сильнейшие армии, сильнейшие потенциалы, потому что печальная судьба Карла XII показала, что, в общем, без такого объединения ничего добиться невозможно. Следующий вопрос, пожалуйста. у меня большая просьба, если можно, говорить поближе к микрофону, погромче, будет слышно. Я их задам по очереди вопрос, в порядке оттуда. Предыдущий вопрос, возвращать, возвращаясь к вашей идее русскому ряду, какая социально-экономическая основа, как мы будем стоять, то есть, как вы это видите, это будет Сталинская плавная экономика, это будет социализм, капиталистический русский, как в Титая, где в большей части семьяных, что тут просто не счастлива, или это будет какой-то сплав капитализма, социализма, как вы это видите? Ну, вы спрашиваете, какой изм должен быть, чтобы побыстрее достигнуть цель, которая... Ну, а по сути, вы спрашиваете, какой изм? Какой изм мне больше нравится? Тот изм или этот? Я хочу сказать, что мне никакой изм не нравится именно тем, что он изм. Здравый смысл, национальные интересы, вот, те критерии, которые мы должны мерить, те или иные политические, экономические предложения. Как только мы начинаем мерить это какими-то узкими рамками, мы обязательно какого-нибудь ребенка с водой неизбежно выплеснем. Если мы говорим о том, что должен быть социализм, то мы, согласно канонам товарища Маркса, который жил в Лондоне и под диктовку британской разведки придумывал свою идеологию, обязательно должны обобщислить всю собственность и сделать все обязательно государственным. Хотя на уровне небольшого магазина, на уровне небольшой прачечной, на уровне еще каких-то мелких предприятий, конечно же, частный бизнес будет точно эффективен. Если мы говорим о капитализме, то мы должны придерживаться опять сегодняшних существующих канонов, почему-то все должно быть приватизировано. Вот сейчас мы ехали с моими коллегами и обсуждали ситуацию здесь, которая на Украине. Готовится приватизация шахт к угольным. Вопрос, зачем? Я вам скажу, зачем. Я вам предположу, зачем. Ну вот представьте, все, что передано в кавычках в эффективные частные руки на территории бывшего Советского Союза, постигло в основном печальная участь. Заводы перестали работать, они были закрыты. Осталось только некоторые предприятия. Вот представьте, у вас есть целый ряд государственных предприятий, на которых работает большое количество людей. Если вы это предприятие закроете государственное, кто будет виноват? Будет виновата правящая партия, президент, вина падает на государство и руководство. Если же эти предприятия закроют эффективный менеджер-частник, кто в этом виноват? Это логическое решение частного собственника, которому виднее. Виновата в этом правящая партия? Нет. Виноват президент? Что вы? Ведь везде на каждом углу говорят, что государство не должна вмешиваться в экономику. Таким образом, как вы будете закрывать шахты? Через приватизацию. Приватизируете, отдаете в частные руки, через некоторое время выясняется, что это неэффективно, шахты закрываются, политики умывают руки. Вот и все. Это первый вариант. Второй вариант. Откуда маниакальное стремление либералов приватизировать все? Они хотят лишить государства источников дохода. То есть, ну вот вы же в нормальной жизни, мы же с вами все не занимаемся постоянной приватизацией. Что такое приватизация в частной жизни? Это значит продажа того, что приносит нам доход. Вот представьте, в этом году вы приватизируете свою машину, то есть ее продадите. На следующий год вы приватизируете свою дачу с дачным участком, продадите. Деньги у вас, конечно, будут, год жизни вам будет красиво обеспечен, дальше. После этого вы приватизируете одежду, которая у вас осталась. А после этого что вы будете приватизировать? Квартиру приватизируете свою, продадите, будете жить на улице. Вот такой путь нам предлагают либералы. То есть постоянно отказываться от того, что приносят какие-то доходы. Да, но еще в этой логике надо работу приватизировать, уволиться с работы, отдать ее кому-то другому, чтобы он получал там доход. В итоге у вас стоит вопрос, где взять деньги? И тут, конечно, абсолютно независимые, абсолютно частные банки предложат вам кредит, но кредит надо отдавать. Вот для того, чтобы купить государство, нужно заставить государство брать в долг. Штука заключается в чем? Деньги во всем мире создают частные структуры, независимые центральные банки, независимые от государства. Это везде такая система. И на Западе, и у нас везде. Таким образом, если вы взяли в долг 100 гривен, отдать вам надо 110, вы где возьмете 10 гривен процентов? У того, кто эти гривны создают. Больше вам их взять негде. Таким образом, отдать долг становится невозможным, потому что за деньгами необходимыми на проценты вы обращаетесь к тому, у кого вы взяли основное тело кредита. То есть главная задача заставить государство начать брать в долг. Вопрос, Украина берет в долг? Берет. Вы понимаете зачем? Конечно. Если у Украины будет источник пополнения бюджета в виде прибыльной угольной отрасли, Украина будет брать в долг? Нет, Украина скажет, а зачем нам кредиты? У нас вот бюджет нормальный, все доходы идут. А если Украина продаст все, и у нее ничего, не будет никаких поступлений, значит Украина будет брать в долг. Вот собственно говоря, схема очень простая. Сначала все раз продать, для того, чтобы заставить потом страны, континенты, все население земли брать в долг. Потому что взять в долг в итоге можно только у тех, кто создает деньги. А это им и нужно. Вот все очень просто. А для того, чтобы эта схема работала, она какими-то обрастает идеологическими схемами. То есть если вы видите, например, что восстановление единства Украины и России сбивает эту тему. Ну потому что вместе Россия и Украина начинают восстанавливать промышленность, торговать, повышается наполняемость бюджета, они не будут брать в долг. Значит ваша задача просто, как говорится, ничего личного пресечь это, чтобы невозможно было восстановить это единство. Для того, чтобы Украина брала в долг, а потом когда-нибудь и Россию тоже заставить в долг набирать. И отсюда начинаются разговоры о кровавом сталинском режиме, о русских, которые съели все сало. То есть все что угодно говорите. Главное конечная цель заставить Украину брать кредит. Все. Ведь вот Украина берет в долг. Вопрос а как отдавать? Вот что произойдет на Украине, что сегодня Украина не может себе бюджет наполнить, а завтра она не только бюджет наполнит, но отдаст тело кредит еще проценты. Что за чудеса произойдут? Ну вот что может случиться? Где-то строятся новые заводы, которые вот завтра заработают и завалят мировой рынок значит украинскими товарами. Где эти заводы? Мы их не видим. Как Сталин построил, вот эти заводы и стоят. Еще Брежнев добавил немножко. Все. Больше ничего нет. Значит не отдаст кредиты. Вопрос зачем же Запад тогда дает в долг, если знает, что ему не отдадут? Но вы бы дали кому-нибудь в долг, если бы видели, что этот человек голь перекатанный точно вам не отдаст. И каждый день приходят новые деньги брать. Не дали бы. Почему? Потому что вам эти деньги стоят, вы за них работаете. А они эти деньги рисуют из воздуха, и поэтому как по Пандополу в известном фильме «Бери-бери», я еще нарисую. Вот собственно говоря, мы дошли с вами до понимания вообще всего, о чем идет речь. Поэтому все вот эти памятники Голодомору, националистические движения, это всего лишь стремление заставить в итоге брать в долг. Это средство достижения определенной цели. Вот и все. Больше ничего нет. Весь либерализм сводится к двум простым вещам. Куда он приходит, обязательная приватизация, а потом кредиты. Все. Куда не приходят американцы, везде то же самое. Пришли в Ирак, там началась приватизация. Пришли значит в Ливию, там сейчас началась приватизация нефтяной сферы. Ну вы же понимаете, что она была конечно неэффективна при кровавом диктаторе Каддафе. Конечно неэффективна. Зато сейчас она заработает наконец-то в полную силу. Только деньги непонятно куда уйдут. Вообще вот чтобы понять что такое приватизация. Вот смотрите есть шахты. Они принадлежат украинскому государству то есть фактически принадлежат каждому гражданину Украины. Немножко принадлежат. Если государство продало эти шахты то каждый гражданин Украины потерял часть собственности. Вот что такое приватизация. При этом практически никто из граждан Украины не может реально участвовать в этой приватизации. Может кто-то из присутствующих в зале купить шахту. или там кусочек. Не знаю тоннель один выкупить. не можем. Значит приватизация это все не для нас с вами. Мы теряем контроль над собственностью которая была раньше государственной и ничего взамен не получаем. Плюс а точнее минус наполняем из бюджета. Молодой человек пожалуйста. Второй вопрос. По вашей партии вы на самом даче вы строите государство на вашей партии и как вы видите что вам было сделать в политическую силу потому что всем понятно что африкархи чьи украинские счета на западе не дают в каилю субъекту и добиваются и российские субъекты. Спасибо за ваш вопрос но вы просто не узурпируйте микрофон пожалуйста. Значит что касается партийного строительства в России которым занимаюсь я и мои коллеги документы сданы в Минюст ждем очередного ответа на те документы которые мы подали и надеемся что нас зарегистрироват это первое второе мне как гражданину другого государства хотя я чувствую себя на Украине как дома и всегда говорю что мы единый народ мне несколько неудобно давать какие-то общественно-политические советы я могу только мне высказать мнение наблюдателя со стороны мне кажется что на политическом поле Украины не хватает партии которая бы достаточно четко и внятно выразила позицию которая наверняка имеет большую поддержку среди украинских избирателей о более тесном интеграции с Россией потому что вот сегодня я такой политической партии не вижу все говорят про евроинтеграцию про интеграцию в таможенный союз и евразийский союз не говорит никто хотя избирателей которые поддержат эту точку зрения есть большое количество а на мой взгляд это не соответствует критериям демократии если есть люди их много у которых есть определенные политические экономические пристрастия то должна быть политическая сила которая эти пристрастия отражает по крайней мере сторонники либерализма во всем нам всегда так и говорят невидимая рука рынка в том числе и в политике есть спрос на такую политическую силу она должна появиться ну вот давайте будем давайте подождем немножко когда она появится я думаю что она рано или поздно лучше конечно рано чем поздно должна на Украине появиться потому что мы видим что появляются новые политические партии которые неожиданно не для кого скажем так успешно выступают на парламентских выборах поэтому я думаю почему бы и нет просто нужно заняться формированием этой политической партии да точно так же как мы в России занимаемся регистрацией своей политической партии и если будет зарегистрирована политическая партия в России и политическая партия в Украине мы сможем определенное взаимодействие строить хотя конечно иностранные граждане не должны принимать участие ни в политической жизни России это запрещено ни в политической жизни Украины но как говорится дружить никто же не мешает правильно Николай Викторович, Вы озвучили мысль о том, что любое государство защищает свои национальные интересы. В связи с этим, как Вы думаете, почему так происходят страны Запада, правительства стран Запада? Неужели они не понимают, что они разрушают свои страны путем его поощрения генеральной ценности? Вопрос очень интересный. Видите ли, за внешним благополучием либерального сегодняшнего западного мира очень сложно увидеть признаки его загнивания и гибели. И никто не хочет думать о плохом. Накануне Первой мировой войны никто не думал, что она возможна. Да еще в такой страшной форме, с газом, с применением отравляющих веществ, которые даже во Второй мировой войне не применялись. Накануне Второй мировой войны тоже все думали, что как-то оно обойдется. Все же цивилизованные люди, все учились в школе. Представьте, как может в цивилизованной Европе возникнуть движение, которое придет к власти в какой-то стране, которое будет людей сжигать в печках? Это невозможно. Ну, согласитесь. Вот сейчас вам скажут, что сейчас в какой-то стране соседней появятся люди, которые будут уничтожать других людей по каким-то признакам. Значит, невозможно. Их же всех в школе учили, у них же матери есть и так далее. Тем не менее, все это оказалось правдой. Поэтому до тех пор, пока в магазинах на Западе есть еда, она стоит недорого, никто из западных обывателей особенно не будет задумываться над особенностями политического устройства Запада. А вот когда эта еда исчезнет или станет слишком дорогой, вот тогда наступает просветление в мозгах. А политики сегодняшнего Запада, они наняты менеджером. Вы видите, что во Франции произошли выборы. Вместо Николя Саркози стал Оланд. Вот реально что-то изменилось во Франции. Разрешили однополые браки. Действительно, огромное достижение демократии. Вот именно за это французы и голосовали. Вот сто процентов. Вот это было главное отличие между, значит, Оландом и Николем Саркози. А в остальном, один бомбил Ливию, другой стал бомбить Мали. Найдите пять различий. Никакой разницы нет. Вообще никакой. А борьба там была прям ни на жизнь, ни на смерть. Соединенные Штаты Америки, какой бы президент ни пришел, делают все одно и то же. Вторгаются, бомбят, уничтожают, приватизируют, восстанавливают. Все. Ничего не меняется. Поэтому сегодняшние политики Запада это не самостоятельные фигуры. Обратите внимание, что когда независимые западные журналы говорят о влиятельности политиков мира, кого они называют одним из самых влиятельных? Президент России. Казалось бы, Россия сейчас не в самой лучшей экономической и политической форме. Есть Китай, есть Соединенные Штаты Америки, есть Великобритания, есть Евросоюз. Почему они говорят, что Путин либо самый влиятельный, либо делит первое и второе место? Потому что есть нанятые менеджеры, а есть те, кто сами играют. Вот о чем идет речь. Эти рейтинги делаются не в Кремле, а в американских каких-то, значит, структурах. Ну там различные журналы печатают эти обзоры. Давайте сейчас мы не будем, как говорится, к ночи поминать эти журналы американские. Не надо. Вспомнил лучше классика. Не читайте перед обедом большевистских газеток. Никаких других нет. Ну вот, никакие не читайте. Так и здесь, да? Не читайте перед обедом независимую американскую, российскую, украинскую прессу. Больше от нее только одно несварение. Пожалуйста, следующий вопрос. Николай Викторович, я хочу про это дело в том, что в Украине есть такая партия, которая будет уже, законодательная партия СССР, которая в 20 лет борется с неуниверсальными репортами. Эти партия в 17 лет борется с ВТО, НАТО и Международной войск. Я хочу сказать, что это для меня в России. Вы пишите об истории о сегодняшней событиях. И вы приедете в Украине. Вы знаете о событиях, которые проходят в Украине сегодня. Как вы относитесь к тому, и как это идет к выручить в СССР? Потому что сегодня в Украине приписывается история. В Украине. В Украине. В Украине. В Украине. И сегодня Красная Армия приписывается теорология Кубанка. И вы слышали, что сегодня у нас заняется область. И вы, например, в Донбассе. В Украине даже. Комендарь. Комендарь. В Украине. В Украине. Пожалуйста, единственное прошу на меня не обижаться. Вы начали с политического вопроса о партии. Я понял, но вы позволите, я отвечу. Так вот, партия, которая уже 20 лет за что-то борется и собирается еще 20 бороться, это не та партия, которая сможет победить. Если эта партия 20 лет борется, но ее что-то не видно в Раде, значит нужно создавать другую партию с другим лидером. Эта ситуация, кстати, относится не только к Украине, эта ситуация относится, например, к КПРФ, которая тоже при всем уважении к ней успешно борется с перерывом на обед уже 20 лет с либерализмом. И будет бороться до пенсии, уверяю вас, уверяю вас, будет бороться. И если Геннадий Андреевич Зюганов при всем бесконечном уважении к нему является человеком, который гарантированно проиграет выборы, значит нужно выдвигать нового лидера, значит нужно что-то менять для того, чтобы избиратель голосовал за эту партию. Поэтому при всем уважении к существующим политическим силам на Украине, значит они не соответствуют масштабу задач, которые на самом деле нужно решить. Значит нужны новые политические силы, нужны новые политические лозунги и соответственно новые лидеры. Раз за этих народ Украины не голосует. Потому что не бывает плохого народа, бывают плохие политики. Вот только так можно сказать. Теперь что касается фальсификации истории. Мы с вами только что выяснили, для чего это делается. То есть старая добрая поговорка, римская еще, разделяй и ластуй. Ничего нового, все то же самое. Для того, чтобы разделять и ластовать, нужно показывать разницу, стравливать между собой. Ну это классика политики, что называется, самое, наверное, правило ННР-1. Страви между собой и старайся выступить внешним арбитром. Для этого используется сложный период истории, для этого используется начало войны толком, который до сих пор никто не может объяснить. И естественно используется любимый способ либералов, жертву сделать виноватым. То есть Советский Союз виноват в начале Второй мировой войны, Советский Союз готовился напасть на бедную, маленькую, беззащитную нацистскую Германию, которая вообще ничего плохого не делала, только запускала какие-то шарики в небо. И за мир боролась во всем мире. А тут пришел кровавый диктатор и решил на нее напасть беззащитную. Ну и что оставалось миролюбимому Адольфу Гитлеру, как не защищаться. Все это версия не новая, ее, собственно говоря, Гитлер озвучил ровно 22 июня в обращении к солдатам, которые были шокированы, что им нужно нападать на Россию и открывать еще один фронт. Потом Гиббельс об этом говорил, а потом британская разведка подрядила написанию книг своего агента Резуна, который живет в Лондоне. Так что удивляться этому нечего, это ложь. И что касается меня, я написал одну книгу, которая вышла и на украинском языке тоже, под названием «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина». Там, собственно говоря, повествование заканчивается 22 июня, и я надеюсь, что Бог даст мне сил написать книгу о 22 июне. Частично эта информация войдет в книгу на учебник геополитики. Пожалуйста. Уважаемый Михаил Викторович, уважаемые собравшиеся, я приехал из России в связи с сыном, чтобы задать два вопроса. Ну, за части, ты, ну, еще по-русски, я рада задавал вопрос. Значит, я пришел внимательно уже в книгу национализации ОД и, как вы видите, уже второй день, второй день людей не выраживает именно этой идеи. То есть национализация Центробанков наших государств и, конечно, национализация добывающих промышленностей, альтернативики, альтернативичного опыта. И это, ну, при этом не только частную сферу, то есть это транспорт, асси, аптеки, магазины, мелочи, ну, все эти вот обслуживающие. Зачем вот приоритизировать, потому что они прекрасно и прикидно работают. Это прекрасная мысль в вашей книге. Вот эта книга как раз 20-го года, я советую всем ее прочитать, всем запрашиваться здесь. И передать своим друзьям, близким, родственникам. Это действительно очень насущное и очень свободное всего. Вот. В последней главе этой книги, как раз, вы как бы даете ответы. Насколько я понял, книга была задана в 2010-м году. Вот скажу сейчас, да? И что изменилось с тех пор? Вот Россия это дело в году. Это нам так предупреждает. Никакого в году, никаких соблазнов на Россию. Вот что сегодня изменилось на 13-е годы, в 2010-е годы? И что сегодня мешает Путину национализировать добывающий подпись, ВПК? Как? Надо рассказать о его образовании. Подождите, я понял, что вопрос, коллега, давайте просто сэкономим время. Во-первых, что изменилось? Значит, книгу я писал в 2009-м году. Еще раньше, естественно, она пишется не за деньги. Изменилось очень многое. В 2009-м году дискуссии о необходимости починить центральный банк, повысить его до уровня государства, вообще не было. Несколько статей в интернете, практически никто на эту тему не говорил. Нам удалось, мне с моими единомышленниками, эту тему сделать предметом обсуждения больших, относительно больших, конечно, не десятков миллионов, но десятков тысяч людей в интернете, в газетах, на каких-то общественных форумах. Это очень важно, потому что проблема высветилась, ее заметили, они и стали говорить. Это первое. Второе. Разговоры о необходимости, возможности национализации центрального банка или чтобы возглавил центральный банк патриот до этого периода вообще не велись. Вспомните там 2004-2005, да никто об этом не говорил, есть какой-то центральный банк, у него какой-то там руководитель и все. Вы даже не вспомните, когда там были какие-то дискуссии, хотя они в думе проходили, просто на это никто не фокусировал внимания. Это первое. Второе. Вот есть такой сайт «Однако», и там вышла очень интересная статья. Мне кажется, она отвечает на ваш вопрос, почему не производятся и не делаются какие-то серьезные резкие шаги в виде, как вы говорите, национализации и так далее. Статья называется «О газообразных и еще каких-то патриотах». То есть вот поговорить языком очень много есть людей, а структур, на которые можно опереться, нет. Вот вы посмотрите, сейчас идет такой процесс очищения Государственной Думы. Депутаты Единой России сдают мандаты. Вы посмотрите, у одного квартира в Майами, у другого еще там что-то, у третьего там еще что-то, четвертый еще что-то. Я не против квартир, ради бога, пусть у них будут. Но мы с вами понимаем, о чем идет речь. У нас есть легкие сомнения, что все это кровью и потом заработано, честным, так сказать, трудом с утра до вечера непосильным нескольких поколений этих депутатов. Есть сомнения? Есть. Вот на кого опереться? Где те структуры, на которые опираясь, можно проводить серьезные изменения, без опасности не проснуться завтра? Если вы начинаете проводить национализацию того, что принадлежит олигархам, вы бросаете им вызов. Они становятся против вас, а за вас кто? Вот просто люди, это хорошо, но просто люди не смогут защитить вас, не смогут защитить сами себя, если они не будут определенным образом организованы. Вот пока не создаются структуры, на которые можно будет опереться, невозможно проводить какие-то изменения. Как говорил Архимед, дайте мне рычаг, я переверну землю. Нет этого рычага. Патриотическое сообщество не только в России, но, мы сами видим, и на Украине очень сильно разобщено. На Украине большое количество людей хотели бы, чтобы русский язык был вторым государством. Я думаю, что более 50% наверное бы проголосовало за это. Где политическая сила, которая этот лозунг выдвигает и настойчиво отстаивает? Ее нет. Почему? Хотя это вообще насущный вопрос. Это даже не вопрос Центрального банка, это вопрос родного языка. Ну то есть, совсем насущный. Каждый день человек говорит, русских школ мало, невозможно изучить русский язык толком, русскую литературу невозможно изучить. И все равно этого нет. Такая же ситуация и в России, на самом деле. Большая разобщенность патриотических сил. И именно для того, чтобы создавать платформу, мы и занимаемся строительством партии, на сегодняшний момент ее регистрацией. Потому что нет политической силы, на которую можно опереться. КПРФ еще будет 20 лет с перерывом на обед бороться. В справедливой России всякой твари по паре, да, вы видите там депутаты-белоленточники ездят в ЦРУ общаться, и партия ничего с ними сделать не может. Единая Россия, это вообще, так сказать, КПСС, значит, советского времени, где есть либералы, будущие Гайдары, члены КПСС, и одновременно, так сказать, Зюганов, члены КПСС. Это вообще, это не партия в полном смысле слова, да, она состоит из очень разнородных сил. Ну, кто у нас еще остался? Владимир Вольфович с особой позиции, и 55-70 новых партий, которые вообще пока непонятны. На кого опираться? Вот, собственно говоря, проблема. То есть, ваше положение, это создать правильный режим, и на основе ее концентрирование действует? Политика – это искусство возможного, а не искусство невозможного. Вот мой ответ. Спасибо. 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 Во-первых, хотел бы сказать, не торопитесь хоронить старину капитализма. Он, конечно, плох, дышит неровно, но не надо думать, что прямо сейчас капитализм исчезнет, распадутся Соединенные Штаты, и новый прекрасный мир, значит, придет. Этот мир тоже не будет прекрасным, потому что прекрасный мир не бывает никогда, и это произойдет не сегодня, если вообще когда-либо произойдет. Не нужно мыслить вот этими измами. Я вот все время призываю вас мыслить шире, чтобы не было противопоставления среди патриотической общественности, скажем, тем, кому симпатичнее больше Советский Союз, а кому симпатична, значит, Российская империя. Это одно и то же, только под разными флагами и с немножко другой обложкой. По сути, то же самое. Главная борьба за ресурсы, и противники у нас все равно одни и те же. Такое впечатление, что у Советского Союза другие были противники. Та же самая Германия в 1914-1941 с нами воевала. Ничего не изменилось. Поэтому таможенный союз – это, конечно, экономическое образование. Европейский союз – тоже экономическое образование. Но почему? Потому что в той системе жизни, которую навязывает либерализм, он обращается все время к чему-то примитивному. Главная идея Евросоюза – завтра будем жить лучше, чем сегодня. Идеология очень простая – больше есть и слаще спать. Все. Вот мы все объединились, будем слаще есть, дольше спать, меньше работать. Все. И так каждый год. Работать будем все меньше, получать все больше, потреблять все больше. Вот на этой платформе они объединяются. Экономический базис оказался несопоставим. Не получается. Не получается. Обращаться на этом фоне к людям, которые подвергаются мощнейшему прессингу СМИ, которые говорят им о потребительстве, о каком-то вот уровне, скажем таком, животном, да, и вы будете к ним с пламенными лозунгами обращаться. Вас не услышат. Услышат узкое количество людей, которые действительно изначально заряжены на что-то великое. Простой человек живет своими простыми житейскими проблемами. И в Евросоюзе ему говорят – слаще есть и меньше работать, а вы говорите – вперед за Родину. Кого он услышит? Значит, против экономической идеи должна быть идея экономическая, но которая соответствует традициям, ментальности, исторической общности и так далее. И поэтому говорят – да, там видите, все разваливается уже. А здесь экономический базис есть, традиции есть и так далее. Вы будете создавать какое-нибудь предприятие на Украине, куда вы будете товары продавать? В Германию, Италию – так, конечно. Какие? Значит, рынок с бета вон там, Россия – бесконечность. Плюс Казахстан, плюс Белоруссия – вообще точно бесконечность. А там и Китай дальше, потому что через Россию в Китай надо ехать. Логично и понятно, но есть еще и Евразийский союз, а это уже геополитическое образование. Поэтому на каждый вариант есть ответ. Вы об экономике думаете, таможенный союз, вы мыслите категориями политическими – пожалуйста, Евразийский союз. И, о чудо, члены этих двух организаций одни и те же. Вступайте как хотите. Поэтому я считаю, что это вполне разумно на сегодняшний день и очень правильно. Не идеологизировать это, а наоборот объяснять на том уровне, на котором поймет любой человек. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Вопрос. 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 Поэтому есть такие читатели. Я считаю, во-первых, это поможет преодолеть их некое, ну так сказать, настороженное отношение к моим книгам и к моим идеям. Это первое. А с другой стороны, я считаю, что это определенное уважение к моему читателю. Я не вижу ничего плохого, если книги выходят не только на русском, но и на всех остальных языках. Каждый будет читать, как ему удобно. Если кому-то неудобно читать по-украински, он не будет читать по-украински. Если кому-то неудобно читать по-русски, он не будет читать по-русски. Но сразу устраняется первый вопрос. Вы вот приехали на Украину, и вы вот к нам неуважительно относитесь. Вы вот все только вот по-русски привезли. Нет, мы с уважением относимся. Пожалуйста, вот по-украински. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, спасибо, что вы задали такой вопрос. Значит, во-первых, та работа, которую вы... Вы присаживайтесь, пожалуйста, цитируйте в арксизме национальный вопрос. Это период, скажем так, очень раннего творчества. Это период, когда Сталин был в той когорте, которую разрушали Российскую империю. То есть это революционеры-разрушители. Поэтому вы не относитесь очень серьезно к тому, что они там писали. Если вы возьмете работу Ленина «Государство и революция», которая была написана прямо накануне революции, вы там прочитаете совершенно удивительные вещи. Ленин пишет, что государству вообще не нужно. Его нужно демонтировать. Нужно уничтожить все, что составляет государство. Государственный аппарат, полиция, армия. Все это лишнее, ненужное. Это мрачное средневековье, пишет Ленин. И пишет накануне Октябрьской революции. После чего Ленин берет власть и что, уничтожает государство? Нет. Ленин заводит ЧК, заводит Красную армию, государственный аппарат и так далее. Вопрос. А что с Владимиром Ильичом произошло за два месяца? Что он написал работу и поступил полностью, нарушив все свои изложенные принципы. И самое главное. Возьмите, работа там написана. Владимир Ильич не закончил работу над государственной революцией, но потом уже к ней не вернулся. Потому что Ленин писал эту работу для своих друзей из британской разведки. Приведите меня к власти, и я уничтожу государство. Но не все государства, а вот это вот конкретное. Я уничтожу армию, уничтожу полицию, распущу государственный аппарат. Там начнется, черт знает что. Это мое заявление на работу. Но он-то понимает, что он не собирается этого делать. Ему старая армия не нужна, старая полиция нужна, но он собирается не уничтожить, а начать новый эксперимент. Поэтому, ребята, вы меня только к власти приведите. А дальше я вам потом в десяти работах объясню, почему нужно делать армию, нужно делать полицию и так далее. Поэтому относиться к работам революционеров так серьезно, как вы, это не серьезно. Это, во-первых, начетничество, там какой-то принцип Баура какого-то. Но вы поймите, что это сплошная конъюнктура. Почитайте Ленина. Сталин был верным учеником Ленина. Он Ленину верил на слово. Ленин приехал в апреле 17-го с апрельскими тезисами. Все сказали, что он сумасшедший. Он один приехал откуда-то и сказал, ребята, революция произошла, это хорошо, давайте следующую делать. Все сказали, что он дурак, сумасшедший, там еще, там, кремлевский мечтатель или еще что. Сталин и несколько человек сказали, раз Ленин сказал, значит правильно. То есть Сталин был верным ленинцем в этом смысле. Он, может, чего не понимал, но он знал, что если Ильич говорит, то надо слушать. И в вопросе дальше Брестского мира Сталин был одним из тех, кто всегда слушал Ленина. А всякие там бухарины кричали, что нужно революционную войну, потому что они ничего не соображали. А Ленин говорил то, что нужно, потому что у него были источники информации и были связи по ту сторону капиталистических баррикад. Я не говорю, что Ленин выполнял распоряжения, но он знал, что им нужно и использовал их энергию в своих целях. Поэтому вы откроете Сталин и прочитаете, нужно делать то-то, то-то. Откроете Сталин через 10 лет, где метрально противоположное. Ну вы можете себе представить, что Сталин в 1917 году где-нибудь после взятия власти сказал, товарищи, нужно церкви открывать и золотые погоны на плечи вешать офицерам. Товарищи Сталина расстреляли бы прямо там. Но тем не менее, церкви открыл и погоны вернул. Ну правда через 20 с чем-то лет. Когда смог это сделать. Поэтому поймите, что это пишут политики. Они сами не верят в то, что они пишут. Не относитесь к этому серьезно. Это первое. Теперь самый главный вопрос. Почему Советский Союз формировался на тех принципах, на которых он формировался? Было две точки зрения. Ленин в тот момент болел. Сталин предложил ту точку зрения, которая бы помогла решить множество будущих проблем. Сталин предложил, чтобы Украинская Советская Социалистическая Республика, Закавказская и Белорусская вступили в Российскую Федерацию на правах одной из частей Федерации. То есть, чтобы была одна большая РСФСР, частью которой являлась Украина, Белоруссия и так далее. То есть, такое унитарное государство, без права выхода. И эта точка зрения была поддержана большинством. И тут стрял товарищ Ленин, который сказал, что это категорически нельзя. Это великодержавный шовинизм. И надо, чтобы равная Украина, равная Россия, равная Белоруссия создали некое надгосударственное формирование под названием Советский Союз. Сталин не стал спорить с учителем. Хотя история показала, что прав был Сталин. А после того, как было сформировано уже это национальное устройство Советского Союза, ну кто бы мог его менять? Может быть, когда-нибудь Сталин бы вернулся к этому. Или там уже наследники Сталина, если бы они были такие умные. И, значит, право выхода было бы вычеркнуто. И государство стало бы унитарным без права выхода. Что предотвратило бы будущий распад. Но это было дело, так сказать, еще далекого будущего. Вот о чем идет речь. Вы поймите, что революционеры это всегда люди, которые внутренние проблемы по внешнему заказу используют для разрушения государства. Вы не ждите от них чего-то хорошего. Это люди, которые за деньги продают свою страну. Некоторые искренне. Не зная, что деньги, которые им выдает товарищ Ленин, условно говоря, получены от какой-то там, значит, нехорошей структуры. Для них эти деньги им дал вождь. Деньги хорошие. А потом, когда они приходят к власти, им приходится быстренько забыть все, что они писали в своих заумных работах и заниматься тем, что требует текущее положение дела. Вот и все. И поэтому, придя к власти, они разгоняют учредительное собрание. Хотя до этого орали, что учредительное собрание это главное, что ради чего все поколения русских эволюционеров жили и работали. Они создают ЧК, начинают принуждать и так далее, и так далее, и так далее. Пожалуйста. Николай Викторович, в настоящее время, в среде патриотических, патриотических, патриотических жителей в нашей стране, в России, в Украине, достаточно популярная идея восстановления монархии. Как Вы считаете, насколько эта идея жизнеспособна? Если она жизнеспособна, на Ваш взгляд, то это разница, что у нас не появится Бога Николая Викторовича? Ну, Вы знаете, уже, наверное, Николай Второй точно не появится, как минимум третий, так сказать. Я так думаю. Что же касается идеи монархии, она абсолютно органична для человека русского мира. Нам присуще монархическое отношение к руководителю. Поэтому, как бы ни назывался руководитель страны, на Украине это тоже есть. И в России есть. Генеральный секретарь, президент, все воспринимают как царя. Ну, есть такое, да? Вот этого не надо стесняться. Это наше отличие от человека западной ментальности. Оно, вот это нам присуще. Но, если мы говорим о восстановлении монархии, давайте зададим главный вопрос. А есть ли у нас кандидатура? И тут мы столкнемся с ситуацией, что кандидатуры у нас нет. Даже в среде Романовых нет единства. Они не могут выставить одного претендента на российский престол. Там есть раскол. Есть, я сейчас не буду уже называть там по имени и отчеству, группа, которая говорит, что они наследники. И есть все Романовы, которые говорят, что они изурпаторы. То есть ситуация примерно как в кинофильме «Неуловимые мстители». Там, конечно, до гротескного этого была доведена, но примерно так. Это первое. То есть нужна кандидатура монарха. Без этого монархия невозможно. Это первое. Второе. Каким образом можно монархию восстановить? Только путем демократического голосования. Всеобщего, тайного и равного. Чтобы была создана монархическая партия, она победила. А потом в парламенте провозгласила монархию. Если скажете, что это ерунда, я вам возражу. Нет. Именно таким образом была восстановлена империя в Афансе. Наполеон III создал партию Бонапартийскую, выиграл выборы, стал спикером парламента, и парламент проголосовал за то, что он стал императором. Абсолютно демократично и честно. Но, правда, это не помогло, и через некоторое время империя тоже попала. Поэтому ни одна форма правления не гарантирует того, что будет всегда хорошо. В монархии мы не можем быть уверены, что наследник Николай IV будет такой же умный, как Николай III, да, или Александр V будет такой же хороший, как Александр IV. Нет никакой гарантии. При демократическом выборе мы точно так же не можем быть уверены, что человек, которого мы выбираем, соответствует действительности, соответствует тому уровню задач, которые стоят. Потому что, ну, представьте, как происходят выборы. Вы хотите сказать, выбирают самого лучшего? Да, самого лучшего из тех, кто находится в списке кандидатов. А представьте, что вот нет мега достойного политика, а есть три так себе. Выбрали лучшего из так себе. Но для страны-то это плохо. Вот в России сейчас безусловным лидером является Владимир Путин, и нет ни одного политика, который сопоставим с ним по рейтингу. На Украине ситуация совершенно другая. В других государствах еще, так сказать, отличная ситуация. Поэтому здесь, если народ, государство проголосует за монархическую партию на выборах, и будет решено, что будет восстановлена монархия, значит так тому и быть. Я с уважением отнесусь к выбору своего собственного народа. Но это только таким путем. Не революционным же путем монархич этого устанавливает. Пожалуйста. Если можно поближе к микрофону запросить. Значит, будет мнение такое, что после того, как после 53-го года, в ситуации Советского Союза, по-моему, было предвещено активным учебным вопросом, которое не способно было на серьезные решения, которые формируют, в том числе и команды. Значит, мне вопрос о такой. Как, по вашему мнению, какая должна быть государственная, наша государственная, выстроенная система государственной охватки для того, чтобы максимально обеспечить свою часть этой системы? Для того, чтобы не получилась такая история, не повторилась такая история, когда в личности подобной и выслужившей войны, что именно вы получили такая же история после того, как закончится первый второй срок в народной встрече? Вы знаете, это вопрос самый сложный. Вопрос российской истории. Вопрос преемственности власти и выстраивания преемственности элиты. Он до сих пор на протяжении, наверное, 200 лет у нас не решен. Реально не решен, потому что преемственность власти начала рушиться при Петре Первом, который ее нарушил, если вы знаете, его левым решением. Он изменил порядок престола наследования. Если раньше только сын наследовал, старший, то Петр Первый изменил закон о том, что наследником становится тот, кого он, Петр Первый, назовет наследником. В итоге он умер, скорее всего, был отравлен, так никого не назвав. И это привело к целой череде слабых правителей государственным переворотом, которые закончились, опять же, государственным переворотом воцарениями Екатерины Второй. Которая, обратите внимание, Петр Великий у нас и Екатерина Великая. А между ними, как бы, вот такое мрачное средневековье, где ничего особого такого великого совершенно не было. Екатерина этот период, вроде как бы, начала. Ее же сын Павел был на английские деньги убит в результате антигосударственного заговора. То есть опять элита, ради каких-то шкурных интересов, на английские деньги, это вопрос абсолютно доказанный, продала родину. После чего пришел Александр Первый. Александра Первого, слава Богу, никто смещать незаконно не успел. Но Александр Первый не смог нормально отладить систему передачи власти. И дальше то ли он ушел в виде старца куда-то в Сибирь, то ли умер в Таганроге, мы с вами точно это не знаем. Но этим воспользовалась неразберихой престола наследия между Константином и Николаем. Воспользовались антидекабристы, которые устроили антигосударственный мятеж. Опять государство было потрясено. Николай Первый, в первый день, извините, из пушек стрелял по гвардейским полкам. Согласитесь, не очень приятный шлейф для царствования. Александр Первый, который пришел на... То есть Александр Второй, сын Николая Первого, без потрясений, но он убит террористами. Александр Третий пришел на волне гибели отца. Я считаю, что он был отравлен. Я даже в этом не сомневаюсь. Потом Николай Второй, он был расстрелян. То есть вы видите, на протяжении двухсот лет не удавалось нормально передавать власть. Эта проблема не решена до сих пор. Советских правителей мы уж не будем брать, но там то же самое. Там то же самое. И Сталин, скорее всего, был отравлен. Хрущев снят. То есть фактически мини-заговор такой, только бессмертного приговора. Брежнев до самого маразма дожил уже. Хотя почему бы чуть раньше было не с почетом, не идти ему на пенсии. Потому что, значит, что-то мешало. Эта проблема у нас не решена. Это главная проблема нашей политической системы. Воспроизводство политической элиты и курса. И сегодня мы видим, что тот наследник, который планировался, как-то, мягко говоря, не тянет. Значит, мы должны ближайшие, ну, условно говоря, ближайшие 12 лет, да, ближайшие, увидеть новые лица, новые какие-то персонали, тем, кто будет продолжать политический курс. И это самая сложная и самая важная задача, которая стоит сегодня перед руководством России. Вот смотрите, вы сейчас, собственно говоря, опровергли полностью тезис, что монархия лучше демократии. Потому что у нас произошла революция, монарха расстреляли, полностью поменяли систему управления, а проблемы остались все такие же, как были при монархии. Вопрос, зачем тогда дело революции? А вот потому что нужно было тем самым товарищам, которые в Лондоне писали капиталы и так далее. То есть революция была нужна внешним силам. Внутри она что-то изменила, но самые главные политические проблемы в итоге опять были воспроизведены совершенно с другим флагом, с другим названием, в другой политической обстановке. Но точно такие же. Я бы попросил вас дать другому возможность задать вопрос. По-настоящему. Ну, уже не только привлекали в Европу и Евросоюз, и много вопросов было перед множеством обращаемых вопросов, где-то на ситуации, где-то еще раз. Значит, это было продолжаться в течение 10-15 лет. Пока не подняла такое прозвание, поможенный союз и Евросоюз. Значит, до этого времени можно было бы говорить о том, что Европа не видела угрозы с точки зрения восстановления Тольевской России, которая была на кране. Видите ли вы сейчас угрозы, что, например, на 3 месяца может быть ответственно на соглашение об ассоциации, которая с точки зрения Европы не помогает отвергнуть никаких обязательств, но с точки зрения... Но решается вопрос о ограничении, как сказать, мощи и восстановления России. А с другой стороны, именно обладают вам правильным обязательствам, которые не дадут ей в ближайшие, по крайней мере, 5 или 10 лет восстановить ту связь, которую предполагает вам, как можно на союзе, и тем самым, как сказать, на каких территориях, посуществует мышечное оборудование. Ну, смотрите, политика делает такое. Наши геополитические друзья видят свою основную задачу, совершенно справедливо, в противодействии восстановлению некого геополитического пространства, которое бросит им вызов. И мы их можем понять. Они действуют в своих интересах. Наши интересы диаметрально противоположные. Потому что будет подписано какое-то соглашение ассоциативное с Европейским Союзом, мы с вами все должны понимать, это не имеет никакого отношения к членству в ЕС. В Европейский Союз Украину никто никогда не примет. Будут морковкой махать десятилетия, столетия? Никогда. В данном случае появление Таможенного Союза придало ускорение этим процессам. То есть ни к чему не обязывающее соглашение подпишут лет на 15 раньше, если подпишут, чем подписали бы раньше. То есть для Украины появилась возможность маневра, в смысле между Таможенным Союзом России и Западом. Но интересы Украины все равно лежат в соединении с Россией, но никак не с Западом. Потому что, ну просто, давайте вот, Украина была евроинтегрирована. Но почему-то из этой евроинтеграции она все время пыталась выйти. Часть Украины была составной частью, самая активная, которая за евроинтеграцию. Она была составной частью Польши, а затем Австро-Венгрии. Было это? Было. И все время почему-то хотела выйти оттуда. Значит, не сладко там было? Не сладко. Значит, просто сегодняшние жители Львовской области забыли, как не сладко, были под шляхтищами и Панами, и, значит, Австро-Венгриями. Вот это все забыто, собственно говоря. А евроинтеграция была уже Украина. Это ее прошлое, но никак не ее будущее. Но я хочу сказать, что давайте еще все-таки не будем пессимистами. Мы еще поборемся, чтобы таких ассоциативных членств не было подписано. У нас есть рычаги воздействия, так же, как и у наших западных друзей. Иначе бы они не беспокоились и махали бы морковкой еще по 15 лет. Раз они начинают какие-то вести телодвижения, значит, у них есть опасения. А раз есть у них опасения, это должно нам давать оптимизм. Сейчас я отвечу немножко на записки, дабы не обижать тех, кто их писал. Ваше отношение к государственному социализму равно такое же, как и государственному капитализму. Я считаю, что, еще раз повторю, мы должны мыслить не измами, а национальными интересами и здравым смыслом. Тухачевский, кто это? Предатель. Который вместе с германской разведкой готовил переворот с целью смещения Иосифа Иссориевича Сталина и всего руководства Советского Союза. Диаметрально параллельно с этим немцы должны были свергнуть Гитлера. То есть, грубо говоря, идея Тухачевского и военных заговорщиков была следующая. Они видели, что в Советском Союзе у власти коммунистическая партия, и что Гитлера привели к власти в Германии исключительно для того, чтобы на идеологической почве столкнуть Германию с Россией. Значит, логика у них была такая. Давайте поменяем Гитлера со Сталиным, и вроде как бы почва для войны между Германией и Советским Союзом будет уничтожена. Ну, это такая вот красивая объяснялка. На самом деле, Тухачевский написал план поражения, он опубликован в интернете, там 20 чем-то страниц с каллиграфическим почерком, без каких-либо побоев, без ничего, написал, как он готовил поражение в случае военного конфликта с Германией, если, значит, не получится вот это снятие руководителей. Что интересно, Тухачевский тут выступил не только против Сталина и Советского Союза, он еще косвенно выступил против Великобритании, потому что они готовили войну с Гитлером, а тут, значит, такие красивые военнослужащие собираются убрать обеих руководителей. Поэтому и Сталин узнал через свои спецслужбы о готовящемся заговоре, и англичане через президента Чехии подбросили, опять же, тому же Сталину информацию о заговоре Тухачевского с двух сторон. Так что Тухачевский это реальный заговорщик, предатель, которого судили специально созданным судебным совещанием, состоящим из маршалов, в том числе там заседал Блюхер, которого через некоторое время тоже расстреляют, и они все приговорили Тухачевского и его подельников к расстрелу. Так что тут никаких сомнений нет. Значит, ну тут дальше вообще немножко понятно, какие-то тезисы уже, а не вопросы. Вы создаете политическую партию, какой общественно-экономический строй должен быть в России? Ну мы только что отвечали, да, вот, как бы, надо чуть-чуть шире мыслить. Николай Викторович, для того, чтобы успеть на ТВ, нужно начать автограф с сессии 16.30. Сколько сейчас времени? 16.20. Значит у нас с вами 8 минут. Видите, записки бывают самые разные. Николай Викторович, имеются ли у вас 50, 100 или 200 летние планы на будущее, Артем? Вы знаете, я на завтра подготовил у себя на сайте инстариков.ру подборку полезных для ознакомления афоризмов известного государственного деятеля Великобритании, Винстон Черчилль, для того, чтобы, так сказать, знать не только своих героев, но и чужих. Так вот, у него есть хорошее изречение. Заглядывать далеко вперед недальновинно. Так и здесь. Планы на 200 лет вперед при человеческой жизни в 70. Ну, по-моему, это очень смешно. Отравили ли Угачависа? Угачависа заразили раком, я думаю. Но не отравили, а именно заразили раком, потому что одновременно 4 президента заболели раком разным. И это очень подозрительно. Не будет ли это тем историческим моментом, когда США займется Венесуэлой и Россия освободится? Да, особо заниматься Венесуэлой США не будут. Через месяц там выборы, и они попытаются разыграть тот сценарий, который жители Украины прекрасно знают. Нарушения на выборах, выборы нелегитимны, украли голоса, зрение и слух, все на улице, заодно подкупают парочку генералов пару войсковых частей, которые защитят народ от кровавого режима, значит, ну и так далее. Вот этот сценарий будет попыткой его разыграть в Венесуэле, причем очень скоро. Получится, не получится, мы с вами увидим. В наших интересах, конечно, чтобы не получилось. В интернете на нескольких сайтах, в том числе на сайте Пачаевской лавры, появилась информация относительно ведения программы поголовной чипизации граждан США в принудительном порядке. Каково ваше отношение к этим событиям? И свидетельствует ли, по вашему мнению, ведение биометрических паспортов на Украине и УЭК в России, подготовка населения нашей страны на ведение налогичных в США? Значит, я не выступаю против, честно скажу, если население США получит чипы под кожу. Меня это как-то очень мало волнует, хочу сказать. А вот против подобных, значит, событий в России и Украине я наступаю категорически. И хочу сказать, что универсальные электронные карты, этот проект в России уже отклонен. Его реализовывать не будут. Симон Дэш, а электронный паспорт к 15-му году? А электронный паспорт к 15-му году? Ну, я не вижу в электронном паспорте ничего плохого. А вот карты этой не будет. Давайте я прочитаю еще одну записку, чтобы вам не обидно. И потом один вопрос, и на этом мы, правда, перейдем уже тогда к автограф-сессии. Потому что еще сегодня одна съемка на телевидении. Как вы относитесь к ведению контрактной армии? Значит, во-первых, контрактная армия, она есть. Я вот, честно говоря, не очень знаю, как на Украине ситуация с этим. Но в России контрактная армия существует в определенных размерах. Значит, первое. Полностью контрактная армия в таких государствах, как мы, существовать не может. Потому что у нас огромная территория, огромное количество богатств. И нас все время попытаются эти богатства забрать. Значит, нужен постоянно возобновляемый резерв мужского населения, который проходит через воинскую службу. То есть маленькая, аккуратная контрактная армия, это армия набега, но не армия обороны. Соединенные Штаты Америки могут держать не очень большую такую армию, потому что им, по сути, свою территорию оборонять не надо. Кто им угрожает? Бородатые мужики из Афганистана, что ли? Ну так, реально, кто Мексика, что Канада? Угрозы нет. У нас большая граница. Из Европы постоянно нашествия приходили. У нас Китай с большим количеством населения рядом. То есть история говорит, что у нас армия должна быть большой. Значит, должен быть возобновляемый резерв. Даже хотя бы трагедия 1941 года показала, что если бы не было вот этого резерва, то армия была бы уничтожена в приграничной борьбе, и все. Мы, как Франция, должны были бы поднять лапы кверху. Что закончилось бы для нас совсем не так весело, как для Франции. Потому что французов Гитлер не собирался уничтожать, а жителей нашей страны собирался очень-очень сильно прорядить. Поэтому контрактная армия, это хорошо для определенных профессий, потому что год службы, понятно, вы не можете научить профессионала. Но разговоры о том, что когда-нибудь армия станет полностью контрактной, это небольшое лукавство политиков. Они прекрасно знают, что полностью контрактная она никогда не будет. И поэтому как, знаете, танцору, которому некие анатомические особенности постоянно мешают танцевать, так и нашим военным постоянно какие-нибудь особенности финансирования помешают создать полностью контрактную армию какому-нибудь году. Вот увидите, обязательно. Но это для блага, потому что сегодня объяснить избирателям, что как бы надо всем служить в армии, это не очень популярная штука, а армия все равно нужна. Давайте, последний вопрос. Да на самом деле это нам сегодня кажется, что она успешная и она вот такая приемственная. Ничего особенно успешного не было. Англия несколько раз в своей истории стояла на краю гибели. Последний раз в 1941 году. Просто на тончайшем волоске висела. Причем уничтожить ее должен был Адольф Гитлер, которого они сами выкормили, выпеставили, привезли к власти. Просто идиотизм Гитлера помешал этому осуществиться. А мы смотрим 300 лет с точки зрения нашего сегодняшнего поражения. Нам кажется, что мы все время проигрывали. Да ничего подобного. Возьмите, например, 1913 год. Ну что, у нас как бы все плохо, что ли? Да нет. Огромная страна, прекрасные перспективы. Население, которое по подсчетам Менделеева должно быть 600 миллионов на сегодняшний день. И есть к чему гордиться, есть к чему стремиться. А у них, извините, большие проблемы с нами. Если мы посмотрим на 1945 год, опять, чем им гордиться? Угробили уйму людей для того, чтобы русский солдат пришел в Берлин. Гениальная операция. Так он стоял на границе с Польшей, а оказался в Берлине. Ну прямо вот шампанское открывать. Какие же достижения? Просто с высоты 1991 года, да, мы сейчас как бы проиграли. Но это не значит, что мы всегда проигрывали. Это не значит, что мы будем всегда проигрывать. У них построена определенная вот эта преемственность власти. Она построена. Потому что власть ушла в тень, и там она тихо в себе сидит. Вот и нам тоже с течением времени надо реальную власть немножечко за кулисы вывести со сцены. Тогда ей там будет значительно удобнее. Я в данном случае за кулису имею в виду именно вот то, что на сцене опускается, а не какой-то там смысл вкладываю другой в это слово. Ну что ж, уважаемые коллеги, большое спасибо за наше сегодняшнее общение. Спасибо. Спасибо.